Продолжение следует... Такая ситуация очень знакома жителям дома по адресу Магазинная, 30. Прямо во дворе безответственные собственники устроили настоящую свалку. Об этом их соседи рассказали в соцсетях. Картина нелицеприятная. Как оказалось, городские коммунальщики ликвидируют свалку регулярно, но она каждый раз образовывается по новой. Раньше мусорные контейнеры стояли поблизости, но после того, как жильцы соседнего дома отмежевали свой земельный участок и отгородили его, контейнеры пришлось перенести. Чтобы вопрос решился, необходимо поставить мусорные контейнеры прямо здесь, на месте образованной свалки. Ведь носить мусор на 10-15 метров от своего дома сложно и неудобно. Не видели никогда, как люди сюда бросают мусор вообще? Кто это делает? Я не видела, но я хожу каждый день и вижу тут огромные горы мусора. Я так подозреваю, что это вот эти домов. У них же, видите, баков нету, а куда им бедно бросать? Вот они и бросают сюда. Ну поставьте пару баков людям, и люди будут бросать баки, естественно. Но с другой стороны, это же тоже неправильно, что люди бросают. Ну, тогда пусть выделят людям место специальное, куда можно бросать мусор. Это вот, вы знаете, недавно его убрали. А так я хожу, а что-то было. Это же и крысы заводятся и все прочее. Дело в том, что просто, видимо, людям нет места, куда бросать. Пусть выделят определенное место. Вот эти контейнераж поставить надо, я так думаю. Сейчас же, видели, вот новые ставят на колючиках. Да, да, да. А почему сюда не поставят, не знаю. Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, пока не ясно. Но очевидно, что от последствий страдают жильцы, оставшегося без мусорки дома. Напомним, за качество и количество мусорных баков должна отвечать форма управления многоквартирным домом. Конечно, зачастую проще начать скандал, чем начать более бережно относиться к своей придомовой территории. Но кто, если не сами граждане, в ответе за чистоту своего двора? Коммунальщики нередко сталкиваются с подобными проблемами при вывозе ТКО. Если одни устраивают во дворе свалку, то другие просто-напросто не понимают самого принципа работы регоператора. Выбрасывая строительный мусор, мебель в контейнеры, граждане не задумываются о том, что вывоз подобного мусора не входит в компетенцию работников САХ. Первая проблема – это непонимание населения, что входит в ТКО, что не входит в ТКО, что можно выбрасывать в контейнеры, что нельзя выбрасывать. Другой момент – управляющие компании, их отношение к местам накопления отходов, поддержание их в чистоте, содержание самих площадок, состояние самих мусорных контейнеров и состояние площадок, на которых расположены эти контейнеры. Другая проблема – неудачные варианты парковки во дворах. Если для собственников МКД это не приносит никаких проблем, то для крупного мусоровоза это настоящая головная боль. Региональный оператор не может решить эту проблему без жителей Черкеска. Поэтому сотрудники организации просят с пониманием относиться к их работе. Иначе проблемы с опустошением баков так и останутся актуальными. Мы хотели как-то наказывать людей за то, что они ставят эти свои машины напротив мусорных контейнеров, и машина не может заехать. Но каждый раз вызывать ИБДД, каждый раз оштрафовать их – это не тот путь, который приведет нас к чему-то. Потому что время на решение этого вопроса, оно неизменно будет в районе 3-4 часов. То есть мы будем этим всем заниматься. И в конечном итоге мусор останется там лежать. Единственное, на что мы надеемся, это информирование граждан. И чтобы они более бдительно относились к тому, что они оставляют, где оставляют, точнее, свои машины. Мы хотели какие-то, может, предупреждающие знаки поставить, напоминания. Может, на асфальте какую-нибудь разметку. Но это тоже все требует согласования органов власти. Поэтому с каждой инициативой ее, каждую инициативу нужно пролонгировать. Самый частый вопрос – это вот как раз вопрос о том, что они не вывезли, либо переполнение. Переполнение образуется за счет каких-то внештатных ситуаций. Это с нашей стороны, может быть, со стороны жильцов или со стороны управляющей компании. То есть заявленное количество жильцов на этот дом или пользователей этой мусорной площадки, оно вообще не соответствует действительности. Юридические лица могут пользоваться этой площадкой. То есть оно полностью вообще не подконтрольно. То есть переполнение и несвоевременный вывоз. С несвоевременным вывозом мы уже боремся и, думаю, успешно. А вот с переполнением нам нужно будет, ну не знаю, силами местных органов власти, может региональных, может на какую-нибудь федеральную программу попадем, чтобы обновить парк этих мусорных баков, которые у нас на сегодняшний день есть. Жители Черкеска могут обратиться к нам по номеру телефона, который есть на нашем сайте, оператор.тково.ру, наш официальный сайт. Чтобы продемонстрировать эти проблемы наглядно, мы вместе с водителем специального автотранспорта направились на его привычный ежедневный рейс. И если в паре точек никаких проблем с вывозом мусора не возникало, то один двор собрал сразу весь букет неудобств для коммунальщиков. Убираем город от мусора, по крайней мере. Стараемся, чтобы было все чисто везде. Проблемы у нас в основном только из-за того, что люди ставят беспорядочные машины. На этот дом очень сложно заезжать, там заезд вы видели сами какой узкий. И еще, если машины ставят два ряда, уже сюда никак не заедешь. А это значит, что вовремя не вывезен мусор, и от этого уже жалобы идут. От этого нам тоже нагонять получаем от начальства. Поэтому мы, когда вот такие у нас есть ситуации, когда не можем попасть на точку, мы снимаем видео, отправляем нашему начальству, чтобы в мэрии можно было показать, что вот он заезжал, вот он сделал видео, вот видеофиксация есть. А вот есть еще вот такие вот своего рода несанкционированные свалки, вот это к вашей работе не относится, правильно? К нашей работе относится, ну как вот, вывоз контейнера, если что-то упало или рядом что-то стоит с контейнером, то есть мусор бытовой, ой, не бытовой, а, короче, отходы жизни, деятельности человека, скажем по-другому так. Вот люди что-то приготовили, что-то осталось, они выкинули. Вот это вот мы обязаны собирать обратно в контейнер и вывозить. Вот, а строительные материалы, там, елки, там, вот это все, это уже не наша организация должна это вывозить. Тем более это стоит не возле мусорного бака, да? Нет, это не возле мусорного бака стоит, это здесь кто-то что-то поменял, вынесли сюда, просто бросили и все. Словом, каждый из нас должен понимать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И если каждый житель республиканской столицы будет с пониманием относиться к работе коммунальных служб, отвечающих за вывоз ТКО, дворы, как и город в целом, будут преображаться на глазах.